Моделирование. Часть 3. Операции с выточками. Перенос выточки. В ходе моделирования выточка на лекалах базовой основы переносится согласно требуемой модельной конструкции. Например, для переноса на грудной выточке полочки в боковой шов установим точку по боку на нужном расстоянии от проймы и наносим линию переноса. Выбираем функцию переноса выточки, указываем неподвижную сторону выточки, перемещаемую сторону, центр выточки и линию разреза. Выбираем вариант оформления места разрыва – замыкание, вырез или защип. Аналогично можно перевести выточку в нужное место на пройме. Здесь оформим место разрыва в виде выточки. Если теперь необходимо укоротить на грудную выточку, нужно понимать, что в данном случае в одной точке, в центре груди, сходятся два однородных контура, то есть оба имеют тип внутреннего контура. Если мы сместим конец на грудной выточки, будет смещаться и конец талиевой выточки. Можно временно изменить тип вертикального контура с внутреннего на визирный. И теперь отключим видимость или чувствительность визирного контура. Для укорачивания на грудной выточке вдоль ее центральной линии можно, например, развернуть стандартную ось координат вдоль этой линии. Для этого вызовем ось на экран в нужной точке и повернем одну из осей. Не отпуская палец с левой клавиши мышки, ведем курсор по экрану. А когда перекрестие курсора точно попадает в точку центра выточки, отпустим клавишу мышки. Теперь одна из координат у равна нулю. И можно ввести величину укорачивания только по одной координате х. Вернем ось в исходное положение, угол поворота 0 и убираем ось с экрана. На лекалах можно выполнить не полный, а частичный перенос выточки. Например, выточку на выпуклость лопаток нужно частично перенести в пройму для ее удлинения. Находим на пройме точку переноса, например, на горизонтали от конца выточки. Для этого функцию выполняем, нажав клавишу Ctrl. Наносим линию разреза и переносим выточку. Указываем неподвижную сторону выточки, перемещаемую сторону, центр выточки и линию разреза. Здесь можно ввести для переноса часть от общего раствора выточки. Коэффициент 1 перенос всего раствора. 0,5 перенос половины раствора и так далее. Можно также ввести расстояние в рабочих единицах длины. При частичном переносе выточки можно выбрать вариант оформления. Не только в месте разрыва контура, но и в месте остатка раствора выточки. После этого можно оформить плавную линию проймы. Удалить ненужные контуры и участки. Замкнуть главный контур, смещая одну точку в другую. Склеить или удалить точки. Можно подправить форму с помощью функции деформации и так далее. Можно выполнить перенос выточки сразу в несколько мест. Например, разделим участок горловины на несколько равных частей. Чтобы весь раствор нагрудной выточки равномерно распределить в несколько склад или защипов по горловине. Для переноса выточки в несколько мест нужно выбрать функцию переноса выточки. Указать неподвижную, перемещаемую сторону, центр выточки. А затем, удерживая нажатой клавишу клавиатуры SHIFT, указать точки места переноса. И выбираем вариант оформления мест разрыва. Закрыть выточку. Рассмотрим функцию закрытия выточки на примере получения юбки с отрезной кокеткой. Наносим на юбке линию кокетки с помощью функции произвольного рисования. При этом в точке центра выточки дважды щелкнем клавишей клавиатуры пробел для получения конечной точки на линии разреза. Разрежем по этой линии лекало на две части, получая таким образом лекало кокетки и нижней части переднего полотнища. Теперь на лекале кокетки можно выполнить закрытие выточки. Выбираем функцию закрыть выточку. Указываем неподвижную и поворачиваемую сторону выточки и центр выточки. Можно закрыть раствор полностью или частично. Коэффициент 1 закрывается весь раствор 0,5, половина и так далее. Можно установить режим поворота одной указанной части или симметрично обоих частей. Можно выбрать вариант компенсации разности сторон выточки, если они не равны. При необходимости корректируем окончательную форму линий для получения плавного шва притачивания кокетки. Функция закрыть выточку часто используется для переноса выточки в шов при разрезании лекала. В данном случае выточка перешла в шов притачивания кокетки. Если же центр выточки не является крайней точкой лекала, например, целое полотнище юбки, а не отрезанная кокетка, раствор закрываемой выточки автоматически переносится напротив центральной линии выточки.